Фотография Он сказал, что она президент переворот науки Не произвела Вы написали, думай, президент, посмотри ваши фильмы, поможет вам Он обязан Я когда-то тоже думал, что президента мы нанимаем, чтобы он нам содействие оказывал Видимо, президент и так не думает Теперь, значит, я бы не стал Вот меня задело за живое, да, что президент обязан Итак, быстро, коротко Насколько это важно, поймете Потому что вы общаетесь не только со мной Но и с крупнейшими институтами и питомниками Я выслал подарок президенту, шесть книг Он их, конечно, не видел, не читал Десятки дисков Все самое важное, все самое ценное Избранные статьи, фильмы Он их отправил в эту Его администрация автоматом, естественно, переправила В этот, в сельхоз, в министерство Оно отправило в Академию наук Академия наук отправила Всероссийский селекционно-технический институт Это тот самый институт Сейчас я вам покажу его Это тот самый институт, который меня вот с этой трибуны буквально выгнал За критик, когда вот здесь я выступаю Четырежды отключает микрофон Я думал, он сам отключался Но только у меня Что там где-то у кого-то кнопка была И на пятый раз, значит, сказали ваше время истекло Я ничего не успел сказать вообще Они поняли, о чем речь пойдет Только поняли И все, и заткнули А я говорю, покажите фотографии Ну, может быть, если несколько десятков из вас возьмет Эти же ссылку да пошлет в администрацию Может, что-то и дойдет Вот видите, вот это мой сайт Просто не все видели, я сейчас покажу Вот это фотогалерея Я взял диск И вот эти фотографии Вот, наверное, в институтах, в академиях он лучше должен быть, намного Вот я отсюда выбрал самые красивые фотографии, естественно Я говорю, это чудо не ложь И так посмотрели И так вернулись И здесь сидит оператор У него мой диск, он его на моих глазах загнал в этот В ящик, в этот, как он, компьютер Вот А мне слово лишили Я говорю, дайте мне покажу фотографию Больше не слово не скажу Вы не заявляли Это слово у меня горит Я почему за... Вы не заявляли Врет в лицо Вот Я в начале сделал штук 40 фотографий Я думал, целый день буду ноги вытирать Потом понял, что вы не выдержите Оставил немного Вот эти колновидные яблони Я бы даже палец о палец не ударил Чтобы вот это вот Три яблочка Тут не одного Тут еще Что-то к десять Вот это вот Этим заниматься Да я бы это самое Короче Послушайте меня, Железов Начинаю Москва Подмосковье Все это самое Вся северная половина Руси Вся Сибирь Вся Дальний Восток Весь Урал Это все туфта Не теряйте время Вот это тоже с вашего сайта Я так удивился Вы что-то понимаете в посадках Вот это вот Колновидки Это тоже с вашего сайта Это вы смотрите Вот так вы их выращиваете То есть считается Что это самое Колновидка Колновидка Она сразу закладывает цветочные почки И видите И стрелочки нарисованы Все путем Вот это вот Ваше поле Это Москва Вот Смотрите внимательно Вот Казалось бы Ну что тут особенного Сказать что особенного Объясняю Вот вы видите Волный план А я возвращаюсь сюда Меня не обманешь Вот они У них листья упали Согласен Я надеюсь Что их не ошмыгивали Дело в том Что еще Есть идиотский прием Ошмыгнуть Вот видите Кругом листья лежат Этого я не знаю Но даже если не ошмыгивали Допустим Они упали сами А это что Это невызревшие почки Раз Два Три Четыре Пять Их не вызревают Ну где-то Ну до десятка Так И Они Они Сто процентов Они уже Выкопали Они пошли на продажу Все Больше им не жить Они уже не в земле Они уже не дозреют Даже если еще не зима Сто процентно Замерзают Они Сто процентов И стимулируется Рост Не вот этих вот А обычных веток Потом приказ Эти ветки Отрезать И вам продать Или уже вам Укупленных Когда они вылезут Резать 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 Уничтожая Все И все равно Лучше этого А на второй год Будет еще Слабее урожай На третий Еще Вы знаете Чем колоновитка Плоха Хоть бы раз Объяснили людям Вот эти самые Где они делись Господи Вот эти плодушки Они живут Два Три И у нас На севере Она может Уже на другой год Быть бесплодная А это допустим Потому что Она всего одна Вот здесь их Три или четыре Два Три года И ни одного яблочка А вам Нам врут Про пятнадцать лет А корни Не морозостойкие А корни искусственные Иначе Оно перло бы Перло бы вверх Вот и все И все Это туфта Чем вы занимаетесь Господа ученые Вот они Ваши Это обвинения Вот их выкапывают И все Они уже все Поступают в продажу А у них же Почки не вызовет И уже никогда не вызовет Потому что Вы их выкопали Они еще до зимы Могли бы еще дозреть Все Вместо колоновиток Растет обычный карлик Вот Малоплодный Вот Смотрите сюда Это в моем саду Я пересаживал С того участка Но этот Но я-то делал это Сознательно Я знал что у меня Вот это будет И это неизбежно Тем более в Сибири Поняли Вот это все Господа ученые С этого института Вы когда откажетесь От этих дебильных штампов Вы что не понимаете Что это все Корейки-уроды Ну сколько раз он говорит Скажу еще раз Если кто-то Когда-то меня услышит Дерево Дерево Вот оно Дерево Оно бывает В основном Двух видов Дело в том Что Первый вид Это естественно Ну то есть Я утрирую все Меня отношут к терминам Еще скажут Ты дурак Ничего не понимаешь В терминах Виды Я имею ввиду Не то слово Виды Там яблони Отличаются От груши Груши От абрикоса Виды Это другое совсем слово А корни собственные Так Сениц Назовем так Сениц Корни собственные У него Даже штамп Может быть Ну это Не приготовил фотографию Ладно Штамп Несколько сантиметров Полметра Метр может быть Штамп И это считается Идеальным деревом Однажды мы берем На этот сениц И прививаем Еще сдуру высоко Если Но даже если низко Вот это низкая прививка Железовая Вот Мы прививаем на него Привой Ветку Выбираем лучшую почку Поставляем ее навсегда И она Эта почка Взята С боковой ветки Я сколько буду Талдычить Чтоб вот это вот Когда-нибудь Хоть Я вот не говорю Я сколько Фильмов Делал Ну примерно Такого типа Нужен Нужен Чрезвычайно Сед Садовода В России Пригласили бы туда Бродского Правда Наносил Как бы Согласился бы И прочих Авторитетов И вот значит Что бы получилось Это дерево Почка Взято С боковой Ветки Причем Далеко не Главной Ветки А одной Из вот таких Веток Вот С этой С этой Это все Может быть Использовано Для прививки Вот это И вживлена В центральный Штамп Вживлена Выпрямлена Обычно Даже Кол или два Приходится И она Растет Вертикально И дает Боковые Ветки У нее Нет Штамба Вот они Ветки Нет у нее Штамба Никогда не было И не будет И все Что вы Вот это Творите Вот это Вот Это калеки Стопроцентные С коротким Сроком Жизни Вы об этом Не знаете И к сожалению Больше никогда Не узнаете Потому что Мне недолго Осталось А потом Все замрет Мы сегодня Вспоминали Тут Это Лысенко Да Вот До сих пор Не знаю Как к нему Относиться Гонитель науки Агроном Был этот Гениальный Не талантлив Гениальный Даже как мы Все Сибирики Там Дальневосточники Уральцы Испытываем Холодом Вот И меняется Свойство Еще из-за Холода Помните Сколько пальцев Телегования Это самое Перекрестное Пыление Объективная Гибридизация И холод Который Заставляет Появляться Новым Качеством Вот Причем Неоднозначно Можно холодом Даже достичь Большего Качества Чем наоборот Не меньшего Как я говорил Потому что Плод Плод должен Понравиться Скотине Нас на земле Не было А плоды Были И вкусные Были И плод Должен Скотине Понравиться Потому что Под деревом Сыпется Тысячу штук Я смотрю Ни одна Не всходит Да что За это Самое Ну наверное Какая-то Скотина Ее съела Птица И там Это Вот Через Желудок Пропустила Ферментация Произошла И еще Слово Помудрение Есть И в километрах Зашло Ну Скотине Оно должно Понравиться Значит Вкусным Должно быть Так Нет Вот это Никаких Штамбов Вот растет Так и растет А потом Чтобы не удивляли Что в Сибири Есть А у вас Нет Микроклонирование До сих пор Не это Я не Говорю Что Его Оно Сыграло Важнейшую роль Сыграет Дело в том Что Борьба между Наукой И религией Она Подковерная Понимаете Каждый Перетягивает Одеяло на себя И у Ну Церкви Меньше козыри Когда его Где-то В 18-19 веке Я ничего не помню Где-то случайно Прочитал Когда появилось Микроклонирование Что такое Микроклонирование Каждая почка Имеет Ой Уже не почка Каждая клетка Имеет В своем Зародыше То есть В ядре Полностью Короче говоря Там растет Будущая крона Там растет У нас Это Яйцеклетки Это есть Яйцеклетки Но она Все-таки Яйцеклетка А не Клетка Которая В руке В ноге Или там Печенки Но здесь Каждая клетка Дерева Имеет Полный Набор Все ДНК Взрослого Дерева Вот этим Воспользовались Они Я немножечко На регулированную Тему А потом Про это Про то что На мой взгляд Это тоже Тупик Но Произвездная Тема Звучит так Если Все идет По Дарвину А Дарвин Не знал Про микроклонирование Ничего Затем Она была Открыта Развита Появилась Целая Отрасль А самого Главного Никто таки Не понял Вот она Вот она А самого Главного Никто таки Не понял А знаете Что они поняли Если клетки Слипаются Если Существует Какой-то Организм Когда Клетки Начинают Делиться 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 И получается Организм Вот С клетки Да Вот А то что Это все Ишло По принципу Усложнение Усложнение Вспоминайте Начиналось С одной Этим Клетки Окончилось Чем Слоном А у растений Откуда Весь организм Полностью С той самой Клетки Вот Вот это Наука Объяснить Не сможет Никогда Вот это И надо Использовать Потому что Это самый Важный Фактор Что Не было На земле Ничего Когда появилась Первая клетка Заметьте Подчеркиваю Ну я шучу Укоренение У него Выросли Ножки То есть Эти И наконец Акклиматизация Ну здесь Конечно Слабоместно Мы сейчас Переходим От божественной Темы Ну среди Священников Мало людей Которые бы Поняли Вот саму Суть Вот это Вот Которые бы Сказали Не Ребята Клетка Вот Вот Да Никто Не говорит Я Можете Сколько угодно Спорить Как там Из глины Сека Делали Или Не делали Но клетка Взялась Готовая Готовая А дальше Присоедините К той самой Открытии Помните Это Что Как зарождалась Жизнь Мы это Проходили Вот это Это очень важно Поверьте Просто не хочется Быть скотом Помните Там эти Эгэ Или Член Человек Ты животное Я не хочу Быть животным А теперь Переходим Уже к практике Вот Я ищу Плодносящий Сад Из этих Клонов Я их Называю Овечки Доли Растительные Овечки Доли Вы поняли Да Овечка Доли Сдохла Потому что Она и должна Была Сдохнуть Давайте Рассуждать Так Итак Здесь Безвирусное Растение Выбрали Лучшее Растение Очистить Как они Я до сих пор Понять не могу Невозможно Растение От вируса Очистить Это я говорю Металлург Это то же самое Как в сплаве Никуда ты не денешься Если там есть Молибдент И его ничем Из стали Не увеличиваешь Невозможно То что Творится То что Нам обещают Вирус Оттуда Ничем Не взвыкиваешь Ладно Вы взяли Просто растение Которое Совершенно Выглядит здоровым Вы из него Переделали Пульпу Вы из него Получили Вот с каждой клетки Вот это вот Если это дерево Было дикое Мородостойкость Обеспечена Нет Кстати Не обеспечена Ошибки Это обязательно При Воспроизводстве Даже при Клоновом Производстве Даже при Вот этом Которое Перед вами Все равно Ошибки Возможны Плюс Среда Вспомните Мичурина Дикой мы не можем Получить Дикие растения Нахрена Не нужны Если вы Если вы Клонировали Культурное Взяли Ну Самое Не просто Там Здоровое Дерево Но оно Культурное Но еще и здоровое Это бывает Редко Чем культурнее Дерево Тем Вспомните Каким Тяжело Приходится В России Культурным деревьям Помните Как Вишню Все Вывели Ну Правда Вывели Дурью Вот Этой Вот Этими Штамбами Искусственными Ну Ладно Не буду Возвращаться Вот Что Получается Если Культурное Дерево У него Выросли Корни Вот Они Вот Они Видели Укоренение Откуда Хрен Я уже По другому Говорить Не могу На черт Вы все Придумали Это все Откуда У него Морозостойкость Возьмется И вот Когда Я Дошел До того Что уже Думал Ну все Уже Закипел Выскажу Я подумал Ну Ладно Давайте Тогда Немножечко Сотякуем Не стыкуем Итак Берем Подвой Морозостойки Сельцевые От этих Возьмем Веточки На привой Вы нам Обещали Что они Безвирусные Я правда Не верю В это Вирусы Ничем Из дерева Не выжмешь Ничем Ни изгон Ничего Не сделаешь Нету там Вирусов Нету Болезней Вот Чистый сорт Все Давайте Семь ветку Возьмем И на мой Семенной Подвой Вот это Я еще Допускаю Это как это Симбиоз Разных этих Вот Огонь и пламень То есть Лед и пламень Ладно Вот пожалуйста Я не поленился Я тут же Набрал Вот пожалуйста Это интернет Вот они Клон это где Под крышей Видите что здесь написано Сказать Вот это слово Я цепляюсь Акклиматизация Вот Скорее всего Я вот так смотрю Тут непонятно Под крышей Или нет Хотя 99% Делают Что это под крышей На свежем воздухе Такого не будет И здесь под крышей Ну не придирайся И крышу не вижу Здесь точно под крышей Вон они уже болеют Видели Что мы там про вирусы говорили Посмотрите Но здесь еще болеют Потому что плотная посадка Им тесно друг к другу Они просто болеют Из-за тесноты Ну как камеры Если там 2 человека Или 20 Есть разница По неволе Все вирусом заболеют А потом на свежий воздух И наконец Апофеоз моего разговора Берем вот это вот Вот нет Вот это вот Сносим крышу И представим себе Что это средняя полоса России Чертовой матери Все замерзнет Зачем этим заниматься Я сейчас не знаю Вот Мне Если бы худенин ученый Со мной бы не просто А просто как Константинович Ну успокойся ты Вот плодоносящий сад Ну хотя бы 5-летний Ну лучше бы 10-летний Из этих самых Безвирусных Ну где он этот сад Нет уже Ну Я ваш этот Листал Полчаса листал Этот самый Там много фотографий С интернета Как они оказались На вашем сайте Вы бы свое показывали Нет Оказывается Я в институт Там полностью не рассчитался Представляете Написано Я ничего не путаю ФГБДУ Новости Объявления Вот они продают Вы что не видите Что это Искалеченное дерево Вот это болезнь Взять и Калечить 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 По моему Даже замазать забыли Это же показывать На сайте Вот это вот Эту калеку Ведь вы знаете Это сравнимо Только с одним Отрезать человеку Уши Нос Выколоть глаза Вот Пальцы рук Пальцы ног Отрубить А здесь еще целые ветки Значит еще Руки по локоть Отрубить То же самое Когда мы научимся Относиться к деревьям Как к людям У нас сады появятся Ну сейчас-то 21 Осталось еще До двух часов Еще сколько Четыре минуты Вот это тот самый Патриарх Вот Он толще намного Это просто так Профиль снято Так вот Это одна из Основных скелетных веток Она рухнула Под страшным Этим самым Снегом Который мокрый снег Пришлось отпилить Вот так Естественно Если я подпилил Вот так Вот этого бы не было Сейчас на этой ветке Она частично То есть уже Рана не такая Страшная Хотя она страшная Пришлось пилить Потому что здесь была Это Отлом такой Страшный излом Кстати я вам покажу Это случайно вспомнил Сейчас Во Вот он Вот видите Я не стал делать Заподлицо То есть я не стал делать Рану на кольцо Вот такая Вот уже цветение было И в это время Вот этот снег Вот этот Это все Одно к одному Вот такая у нас Жизнь Вот такая у нас Сибирь Смотрим дальше Не совершив Вот этой глупости Которая Пронизана Вся Обрезка на кольцо Вон они Где наши дамы Вот Видели Чтоб вот этого Больше Запомните Чтоб хотя бы Вы этого не делали Людмила Та уже знает Поэтому у нее Видимо и это И абрикос Плодоносит Смотрим Еще сюда А сейчас закончим Разговор Вот это вот Здесь плохо видно Плодики Когда Мы с Еленой Санной Савичей Будем делать Фильм уже С созревшим Деревом Мы увидим Что он изменился За эти годы Из фотографии Двадцатилетней давности Вот Мы увидим Плоды изменились Но вы увидите Что сейчас На этой ветке Которая не имеет Права жить По науке Вот так Должно быть отрезано Вот на этой ветке Сейчас висит Целое ведро Плодов Убедитесь потом Здесь просто Я показывал Не ради плодов Все А ради Чтобы вы видели Вот Ну и наконец Я получил Письмо От Министерства Сельского хозяйства За подписью Заместителя Подчеркиваю Белоруссию Тоже отправил Но там Хотя бы Министерство Прочитало Мою книгу Сказал Как Как калечили деревья То есть Резали Так и будем Резать Это ладно Но прочли А эти читать Не стали Они же Отправили Тот институт Который Я сейчас Ноги вытирал Раз ФБ Господи Запомнить не могу Хотя Я выступал Там с трибуны Вот А это Отправили туда А посоветовали Мне обратиться Куда Северококкайский Федеральный Центр Садоводства Вы знаете Я там Зимой Бывал Кабарде Это рядом Я снега Не помню Не помню Что Из нескольких Зим Я там был В отпуске Не помню И они Меня туда Сибирька Отправили Чтобы они Оценили Мои Эти самые Вот сюда Отправили Вот сюда Да А теперь Почему я Разговариваю С вами Простыми Людьми Значит Последнее Самое Скажу И все Вот это Вот персик Вот это Ко мне Приехала Красноярская Журналистка Вот Статью Писать Про меня Здесь Рядом Стоит Человек Так Этот человек Является Директором Который В радиусе Ста Километра От меня Является Директором Научного Учреждения Которое Выпускает Экологов Этих Чудескало Академик Агрономов И прочих Экономистов Так Вот 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 Эта Журналистка Позвонила Ему Видимо На его Знакомая И сказала Отвезите Меня К Железову Он Сказал Я не знаю Никакого Железова Тогда Она Его Рассказала Про Железову И заставила Ее привезти Вот Она Про меня Стать Пишет Персик Огощается Вот Это Отношение Науки Чихать Они На нас Хотели А значит И на То Останутся Вот Здесь Вот Вот В этом Самом Диком Мире И Прошу Меня Просить ФБГНУ Это Моя Сладкая Месть Не Скрывай Этого Мой Лучший Друг Один Из лучших Друзей Сказал Так Пожалуйста Ни Слова Только Говорите Как Надо Я Не могу Не сказать Что Вот Это Дебилизм Вот Это Не Могу Больше Некому Ведь Что Надо Чтоб Президент Рохнул Кулаком Сказал Быстро Собрать Всех Академиков Докторов Наук Кандидатов Доцентов Самый Большой Зал И пусть Железо Выступит С докладом Хоть Хоть Узнали бы Правду Ведь Они Не то Что Не знают Они Знать Не хотят Единственная Наметка Савельевич Подружилась С Мичуринцами Мичуринский Институт Ее Встретили Она Мне Много По Телефону Рассказала Ее Встретили Доброжелательно Ее Встретили Не Высокомерно Чего она Боялась А как Равную С равным Показывали Много Что Интересного Вместе С вами Мы Выслушаем Она Будет Вместо Меня Тут Сидеть А я Буду Сидеть Рядом И Подакивать Вот За этим же Экраном Я Надеюсь В ближайшие Одну Две Недели Это Очень Важно Для Науки И Для Нас Сказать Удивила Ли Она Тем Что В Сибири Мягко Говоря У любителей Дела Получи Да Удивила Удивила Было Такое Но Остались Хорошие Воспоминания Очень Хорошие Ученые Добрые Люди Вот Это Тоже Добрые Люди Просто Они Не Видят Что Творят Калечат Деревья Они Даже Знают Что Не Калечат Они Улучшают Якобы Темирязевка Сколько Веток На схеме Потрезали Это Ужас Причем Они Ни в одной Случае Нельзя Они Знаете Еще Ну Не могу Остановиться Ветку Вот Такую Они Не знают Что Отрезав Эту Ветку А на ней Должны Появиться Были Не только Почки Или Листья А эти Листья Должны Кормить Это Дерево Не знают Об этом Представляете Иначе Зачем Отрезать Вот так А наука Даже В 100 Километрах Ничего Не знает Вообще Не знал Пока Что у вас там железо Весь с персиками Представляете Ну все Дальше На сегодня Все Радует Только одно Что Ребрик Сравнил Меня С этим Мои Рассказы Сравнил С Салтыковым Себериным Это для меня Высочайшая Честь А разговорную Речь Сравнил С самим Андронниковым Лучший Рассказчик России Советского Союза Так что Спасибо Хоть вы Меня Один Единственный Не ругайте Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...